Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В целом по области на 16%. Общая сумма составила почти 3 миллиарда рублей. По имущественным налогам, которые идут в местные бюджеты, тоже отмечена положительная динамика. Земельного налога собрано на 6%, больше налога на имущество граждан на 4%. Объем поступления налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты за 2017 год составил почти 12 миллиардов рублей. Это 99,9% от уточненного годового плана. Программа Экономика. Кировчанам спишут долги по налогам. По федеральному закону предусмотрено списание налогов на недвижимость, землю и транспорт, которые образовались до 1 января 2015 года. Вместе с суммой основного долга простят пени, начисленные с того времени. Также списываются долги ИП, которые накопились до 2015. Исключение составит налог на добычу полезных ископаемых и акцизы. Решение о списании будут принимать налоговые органы, налогоплательщики не обязаны обращаться за этим специально. По предварительной информации, сейчас объем долгов по налогам 41 миллиард рублей в должниках треть населения страны. А теперь в выпуске информации от наших партнеров. 2018 год принес в работу каждой компании множество изменений. Число поправок, которые придется учитывать бухгалтерским отделом, исчисляется десятками. Налоговая сможет контролировать достоверность отчетов бизнеса. Банки блокировать счета при малейших подозрениях на недобросовестность. Увеличивается минимальный размер оплаты труда, что может повлечь большую работу с документами. Эти и другие риски бизнеса будут обсуждаться на семинаре для руководителей и собственников организации. Его проводят Институт бизнеса и компания «Бухгалтеры.Я». Профессионалы, много лет работающие на кировском рынке бухгалтерских услуг, разберут темы более подробно и расскажут о том, как избежать неприятных последствий. Семинар риски бизнеса «Чего ждать и как избежать» состоится 28 февраля. Подробная информация и регистрация участников по телефону 213-112. Количество мест ограничено. Экономика. В завершении о валютах на сегодня доллар США. 56 рублей 52 копейки, курс евро 69,89. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ. Продолжение следует... Продолжение следует...